прислали просто просьба прокомментировать значит комментарий такой я не отказываю никому никогда 3 в 1 вот я про шарфугу уже заслышал правда всегда считаю что тут тоже не ладо ну там абрикос слева персик а здесь я буду груша и персик можно было бы сразу сказать а пошли вы нахер те кто это продавец сделал вы мошенники вы предатели наука еще через тысячи лет даже не сможет этого сделать помните как-то было у этих у сервера старопуткой продает и скрещивание без видов и почему и так 126 подписчиков за два дня 16000 просмотров и все они конечно не ревница дураков среди нас хватает но все-таки не все яблони груши и перчик одновременно комментирую раз попросили куда мне деваться где яблони где груша нарисовать все можно чем лень было нарисовать сливу вижу сливу вижу вот это слива или попавшим которые официально знают что у нас народ еще и сливу не отличается от персика или от груши вот получилась такая комедия если за два дня 16000 просмотров для меня это получается а прошло скоро будет два года через два месяца значит это порядка полбиллиона это сколько людей купит а тут написано даже пристал уважающиеся саду каждого уважающего дачика вот визу визу самого саду буквы как уважающий дачик на самом деле каждого дурака появится вот это вот гибрид яблони груши и персика представляете красиво цветущие дающие от блюда урожая вот помните я рассказывал три месяца семечка его уже идите через до зимой находите там земля солнце греть вот такая картина произошла вот я про комментирую еще один случай подлости не видали реально жизнь я съездил все добавил дайте его посмотрите а сам обычно вишни у наших удовольствие таких вишен виска и безорижен в отличие от европы вот я уже один в одном саду было и в десяти не гибнут но лиреза нет вообще нет вообще нет и остается догадываться что что-то мы там в Европе сотворили с нормальными деревьями которые там тоже раньше не болели и были в каждом саду еще во времена Чехова вот я его назвал для причины снял отдельный фильм кому-то обнажал всех которым фильм не понравился он меня кинул как грязи а я все и сказал передача свойств с помощью передачи выращивания с помощью корневых отродков проходит года устают друг от друга и всё ладно я тут маленько облакнулся не успел на днях покажу дата и после дата фильм под названием наверное это самая живая кровь или новая кровь нужна ну и второе перестаньте колесить деревья и так Европа всё болеет всё заражено пересказы письма фильмы это фильм ужаса в Европу у нас это с ябрами не случилось вот бактериологическая болезнь которая нет спасения а там случилось с вишнями страшное но мне кажется там оно случилось не потому что как у нас что это биологическое оружие вот биологическая болезнь это биологическое оружие а там случилось по другой причине ведь валят даже ученые на манилиоз а грипп-манилия не ест живые ткани только мертвые второе дерево вишня начинает погибать появляется мертвая ткань тогда мы и никогда наоборот а все все сказки поэтому еще раз любуйтесь это фотография уже второе дерево это жуковская которая привез украины вот хотите расскажу откуда это чудо оно вам покажется мелко еще на самом деле она очень крупная плоды чисто южные чисто южные просто я во-первых не спел а во-вторых нет у меня качества фотографа чтобы они каждый раз все вместе чем на самом деле это чудо это сказка это совершенно съедобное в отличие от обычных вишен и тогда я вам сейчас скажу пару слов про нее про эту вишню представьте себе такую картину что это обвинение с меня никто не снял а помните железо все добывал научных садах железо 22 года назад приезжает под грустным по трагическим событиям херсонская область береславский район вот село которое сейчас уже разбомблено тогда все было нормально только мои родители были в могиле и мои деды были в могиле вот я хожу под на просветшему селу вот там уже никого не осталось я просто хожу вспоминаю детство и а была не была да увидел новый костел второй церковь уже католические деревня большая недалеко от береслава берег днепра я вспоминаю рыбалку вот в христианской церкви одни похороны прошли в католической церкви другие похороны прошли вот и я забрел а уже нету прихожу дом продан от него остался в фундамент специально говорю для того чтобы свезу выше меня чтобы вы поняли что такое настоящая жизнь настоящее садоводство вот мужик на улице работает достраивает новый дом и разница здрасте здесь жили мои предки да да вот вы знаете говорю можно я похожу по саду что-то отец садил походил по саду елки-палки я говорю разрешите я срежу пару веточек с вишней огромное дерево тогда было лет 50-60 и вишня вроде измельчало ну да пожалуйста вот эти я вишню привез теперь эта вишня уже в сотнях садов чернобаев один из первых приехал ко мне есть вишня есть в среду вот она теперь такая вот вот она теперь такая вот вот вкусничая невероятная урожая каждый год сумасшедший ну и сами понимаете эта вишня расходится по стране и мне осень не только вот такая вот это наше совместное мы называем я назвал сибирская штамба здесь штамба не видно но это такая на самом деле у него настоящий штамб вот и вот эти две формы одна под дичей соки компот и варенье но кисловато так что я не могу есть а люди едят вот и фильм снял сегодня я покажу три варианта вишни вот такую вот такую черешню еще мой самодельный дюк покажу до того интересно но главное вы никогда я уже здесь 40 лет я у меня дурная привычка я прежде всего подхожу и смотрю на дерево посмотрю на побеги на листья вот я все покажу за 40 лет не увидеть ни одной молекулой но ничего гривочка монолит за 40 лет что все это какая-то черта и дальше все погибло вы поняли почему так подробно вы поняли что мне можно верить это пришлось в украине то есть вот это и крупный план это пришлось украину есть прекрасный человек за те годы но вы их видели я показываю даме уже в другом саду пусть иногорском и вся эта красота расходится 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 но медленно вы понимаете я показывал три банки трехлитрового такими вот косточками мелкого такими косточками как ногти огромное количество тысячи мне нужно чтобы в европе были вот своих косточек сеянцы да можно часть использовать как по двое вот другие прям целиком вот прям как они собственно ну чтобы видно было что они не может быть что переехал вот какую-то невидимую границу обратите внимание на листья ну найдите больной лист я тут же свои слова обратно я на 40 лет ни одного не нашел как это понимать их не едят тля практически не ест чуть чуть-чуть иногда но надо вы сами знаете я вынужден срезать ветки с этой вещи чтобы вам продать я колечу дерево и немножко тли появляется вот что есть то есть вот я высказался пожалуйста если вы поведитесь он уже успел сясть вечности которые поспели уже снято видите там эти торчат полоплодоножки поняли да и Продолжение следует...